Все, замечательно, главное, что меня слышно. Итак, все эти новости, которые сегодня я расскажу, это новости трех дней работы там очень плотные, начиная с презентации событий, вернее, не презентации, а анализа событий, которые мы сделали сразу по прилету с Сандрой. Сандра приняла у нас. Дело в том, что все сложности, которые мы испытали за последний период, закончились, говорю ответственно, закончились. Сейчас расскажу все по порядку. Партнеров просила не обижаться по той простой причине, что мы не хотели давать обещаний, никаких дат без подтверждения, скажем так, многократного подтверждения и технической группы, и Энрике, в том числе, Клауди и Энрике, в том числе. Мы знаем, что ответственный за все, что происходит у нас сейчас с нашей системой, платежной системой, это отдельная служба, созданная совместно с эко-банкойном EagleBitrade, вместе с тем эта служба подчиняется Клауди и Энрике. Поэтому, для того, чтобы все было ясно, стало на свои места, мы просто были поставлены подтверждения Клауди и Энрике. Когда разговаривали с Сандрой, сразу по прибытии, 6-го числа, договорились мы вдвоем, смотрели, все команды, весь мир там был, и все команды хотели беседовать. Учитывая, что мы, наверное, самые выдержанные были, мы славяне умеем терпеть до последней точки, но потом, наверное, я просто поняла Сандра, потому что потом, я просто предупредила, если будет взрыв, то даже Азия покажется малой родиной. Поэтому беседа, которая заняла, ну, где-то, наверное, 30 минут, поставила все это и. Я не буду вдаваться в детали, что происходило в этот период и почему задержалась платформа, объективные причины, абсолютно объективные причины. Дело в том, что заново прописанный алгоритм платежей, он закончен. Вместе с тем, этот алгоритм совершенно... То есть невозможно было включить старую платформу, но объяснили почему. Все нюансы, которые прописаны сейчас в новой платформе, они отличаются от того, что было раньше. Мы все задавали вопрос, дайте временно, дайте то или дайте это. Клаудия при нас включила громкую связь, позвонила Зиндесандрова, она позвонила Клаудиу для того, чтобы узнать, что происходит и будут ли выполнены обещания, которые нам дала сразу. Было сразу сказано, что после хроника система будет функционировать. Именно поэтому я многим говорила, вот в личке звонили, я не называла даты, я говорила потерпите 2-3 дня. Вот все, кому я написала или голосовые послала, я просила, не буду говорить даты, потерпите 2-3 дня. Именно так, почему? Потому что мы не хотели до того, как пройдут тесты и мы увидим результат, мы не хотели говорить дату, не хотели объяснять почему. Я не могу от него уйти в другую комнату, он ходит за мной. К сожалению, так, а может быть к счастью, до этого он молчал, начинаю говорить я, говорю нет. Что происходит на сегодня? Дело в том, что система, которую заводили и завели на новой совершенно созданной заново платформе, она на сегодня имеет возможность, вот все эти функции, которые нам были обещаны, имеет возможность реализовать. Все это Клаудио подтвердил 6-го числа. Дословно не буду переводить, но если нужно будет, Сандра выставит вот это объявление, которое сделал Клаудио в WhatsApp. То есть, закончены работы, создана дополнительная группа поддержки, которая обеспечит скорейшую верификацию, потому что без верификации мы с вами деньги не снимем. Именно деньги, не биткоины, деньги. Биткоины мы будем получать сейчас на платформу, сейчас объясню как. То есть, каждый из нас должен быть прорегистрирован на Eagle Trade Card в обязательном порядке. Верификация, которая усложнена для стран постсоветского пространства, мы все объяснили, показали, паспорт национальный показала, фото сделали. Найдут вариант, каким образом для страны СНГ этот вопрос решить. Потому что у нас нет обычных форм, которые подтверждают обычный ход снятия денег здесь в Европе. То есть, это фактуры свет-газ в определенной форме, которые приняты во всем мире. В России прописка. Поэтому я думаю, что каким-то образом они для нас решат вопрос, потому что сфотографировали форму, дадут момент, каким образом мы сможем ее подтверждать. Это главный вопрос по верификации, потому что нам всем важны деньги, нам всем важен вывод денег через карты, не только биткоин-кошелек. Что было закончено на воскресенье? Значит, Клаудио сказал, что на воскресенье закончен механизм полностью создания, автоматического создания биткоин-кошельков на платформе, которую каждый из нас прорегистрирует. Что это означает? Мы выводим, то есть деньги в бэк-офисах должны будут по дням. Почему 15 дней? Так как и говорили, невозможно все вывести в один день, по дням, по периодам. За 15 дней проблема будет исправлена полностью. Первые дни, вот у кого там самые зависшие платежи, 11, 12, 13, вот эти платежи возвращаются на салда и после этого выводятся на платформу в автоматическом режиме. Для вывода на биткоин-кошелек верификация адреса не нужна. Верификация адреса нужна будет для подтверждения вашей зоны проживания, для получения карты в том числе. Поэтому первый шаг будет сделан автоматически сейчас 1000 в день. То есть ежедневно, если, допустим, у меня стоит на вывод 3000 долларов, допустим, 12 числа, у меня их вернули назад на кошелек, 1000 в день. То есть я 3 дня буду получать свои 3000, чтобы вы понимали, как это будет работать. Вот эти 15 дней, то есть 1000 в день, это лимит на переходный период, когда вычищены будут все счета от долгов. Так заверила компания всех нас. Многократно было дано интервью. У нас много записей, мы не выставляли ничего, мы хотим результат. Почему так? Прежде всего, как сказала Сандра при встрече, мы все прекрасно понимаем. Работали 24 часа в сутки. Мы когда прилетели, видно было, что их не найти, что они не спали. Но видно было, что им не до праздника, им нужно было решить этот вопрос. Именно потому и состоялся праздник. Потому что мы стояли перед дилеммой. То ли он будет, то ли его не будет, если проблема не будет решена. Учитывая, что Клаудио подтвердил все, тесты прошли, и это подтвердили некоторые лидеры, кто участвовал в тестах. Тесты прошли, новая система. Именно поэтому сейчас уже можем сказать, было объявлено. Вот два видео, которые ходят по интернету на португальском языке, испанском, английском переводе. Они говорят о том, что 11, извините, в понедельник тестированы определенные счета, и со вторника в ночь на среду начинается вывод. Я повторяю только то, что сказал президент. Заверил точно так же Бруно Перейро, он переводил на многие языки, поэтому он сказал, что проверено и абсолютно подтверждено, что вывод начинается сегодня в ночь. Мы в это верим. Почему? Потому что очень много подтверждений, которые там были предоставлены, именно в беседе с Клаудио, программисты, они все были доступны там. Мы смогли, вот не зря нужно есть такие события. В общем-то программисты объяснили механизм, объяснили очень много чего для нас прояснилось именно в Дубае. Поэтому все лидеры разъехали с полной уверенностью, что все состоится именно так. Лера осталась пикне еще на один день для того, чтобы собственноручно, собственноглазно, как хотите, убедиться в том, что все сегодня началось. В чем была проблема? Во-первых, система вывода, которую нам обеспечивает платформа, она дает нам вывод в деньгах, в долларах. После этого мы должны будем покупать либо биткоины, либо отправлять все на карты. Учитывая, что карты далеко не все, все, кто были в Дубае, карты получили. Это был сюрприз от компании. Почему еще? Почему возникла вообще эта проблема? Дело в том, что, вы помните, мы говорили, что первая партия, только была отправлена, 4 тысячи карт, 2 золотых тысячи, 2 тысячи классиков. Режима раздачи партнерам в Европе, ну, в ближайшее время, для того, чтобы понять, как работает система, отправить деньги сразу на карту, были остановлены таможни. По одной простой причине. Карта у нас банковская. Карта, которая позволяет называть себя кредитной предоплатной картой. Любая кредитная предоплатная карта имеет определенный лимит денежный на карте, которую можно воспользоваться. Поэтому может называться финансовым продуктом. По сей день эти карты на таможне. Карты, которые раздавали нам в Дубае, это лидерская доставка. Первая партия карт, которая уже есть в Лиссабоне, это тоже лидерская доставка, помимо тех, которые были. Поэтому было принято решение до того, как нормализуются, то есть там затребовали массу бумаг у банка, банк будет отвечать, мы знаем, что такое бюрократия может длиться месяцами. Поэтому немножко задержка произошла, потому что вынуждены были в срочном порядке создавать биткоин-адреса, еще дописывать эту программу, для того, чтобы мы могли воспользоваться деньгами в виде биткоинов. Карты получат все. Решится вопрос, от банка уже предоставлены все необходимые документы, подтверждают, это все бюрократия, это все рассматриваться будет в какой-то период. Поэтому было принято решение, что вот каждый из нас может получать деньги на платформу и там воспользоваться биткоин-эквивалентом. Карты в том числе по адресам. Сейчас с момента запуска каждым из вас своего аккаунта на платформе тоже сможете заказать. Сможете, но подстраховались почему? Да потому что, когда массово в любую страну пойдут карты, это может рассматриваться как финансовый продукт. Именно поэтому вот этот процесс сейчас подтверждения взаимоотношений банка с MLM-компанией, которая на сегодня по расширенному статусу услуг называется «Компания IT-продуктов». Это не трейдинговая компания, компания, которая занимается IT-технологиями, IT-продуктами. Все это мы видели. Я хочу показать контракт. Не дала сфотографировать Сандра контракт в полном объеме. Понятно, это секрет компании, но тем не менее. Подписи, мы-то его видели, прочитали. Контракт между EvoBitrade и EkoBankCoin. Вместе с картой, вы видите здесь, она разрешила сделать фото. Я сказала, что я это буду анонсировать. Именно поэтому она разрешила вот так, прикрыв условия взаимоотношений, какие-то определенные условия работы, она прикрыла, потому что это секрет, в общем-то, это тайна коммерческая. Карт не подлежит оглашению, тем более на YouTube-канале. Чтобы было понятно, что реальность такова, как она есть, как нам ее рассказывают, конечно, мы требовали поход в офис. Конечно, хотели убедиться в реальности регистрации компании в Дубае, потому что мы знаем, что Дубай офшор – это как пирамидальные регистрации сплошь и рядом, за определенную сумму на определенный, ну, я знаю, там срок действия, очень конечный и очень быстро заканчивающийся срок. Либо это легальная компания, которая придет нам подтверждение, нахождение офисов в серьезных зданиях, в серьезных вышках. Вышка, которую я сейчас рассказываю, самая охраняемая вышка в Дубае. Почему? Здесь расположены официальные консульские подразделения африканских стран. Здесь много... На сороковом этаже, и мы просто это увидели. Офис расположен на сорок первом и сорок втором. Офис экзекутиву, административный офис, куда нет доступа никому. Только с названия, вернее, с заявления трех персон, это Сандра, Жуниор и юрист компании, могут быть приглашены мастера-дистрибьюторы. Либо, это сорок второй этаж, на сорок первый этаж только им есть доступ. Почему? Потому что он расположен в Кабинете Шейха. Поэтому туда попасть было крайне сложно. Я покажу вам сейчас внутри, нам разрешили снять видео. Я сейчас вам его покажу. Это переговорная, то есть сорок второй. Рабочий кабинет, где может находиться... Я прошу прощения, не здесь. Рабочий кабинет, где может находиться Сандра и Жуниор, попасть не удалось. Сорок первый этаж. Ну, нам этого достаточно было. Переговорная. Мы находимся в переговорной, официальной переговорной компании, где проводятся серьезные заключения, заключение серьезных сделок. Переговоры с серьезными партнерами. По различным вопросам. Это не только Эгл Битрейд. Мы знаем, что Игл на сегодня развивается как технологическая компания в различных направлениях. Очень серьезные разработки, которые сегодня рассматривает компания. Вот здесь, собственно говоря, заключаются главные договора. Доступ сюда запрещен. Мы заходили по спецпропускам. Случайно остановились на сороковом этаже. То есть, вы видите, еще развернулось. Видео закачалось так. Кому-то неинтересно офис, и это неправильная позиция, потому что вот эти разговоры в чате, я их вижу, специально не закрывала чат, я отслеживаю, о чем здесь спрашивают. Важен ли не важен офис? Знаете, я живу в Европе 18 лет. Для меня очень важен офис, качество офиса, бумаги, которые сопровождают этот офис. Для меня это очень важно, потому что Дубай – это страна, где можно либо инкогнито на 3, на 4, на 5, ну максимум на 6 месяцев скрыться, чего-нибудь сделать, либо страна, где для того, чтобы вот в этом здании что-либо получить, их проверяют и проверяют служба безопасности очень серьезно. И стать однодневкой невозможно, потому что прежде всего там их достанут, а они там с семьями, и они там должны были получить гражданство для того, чтобы либо патронаж чьей-то с гражданством, потому что без арабского покровительства, арабского участия, либо арабской национальности в соучредителях подобные вещи невозможны. Тем более в этом офисе. Учитывая, что все требуют офис также показывать, работать, где какой коммерческий может быть, то я сделала на входе, последний кадр, который нам удалось сделать, это был вот этот, все, мы поднялись клифтом, дальше у нас просто отобрали фото и сделали внутри. Это как раз переговорный рабочий офис. И вот офис мерческий, напротив здания, напротив основной этой башни, вторая башня здания, это офис рабочий, где можно приезжать, смотреть. Это отдельный вопрос. Все, у кого в Дубае есть желающие работать, это все можно там делать. Дело в том, что напрасно вы думаете, что это не важно для любых серьезных переговоров, а на сегодня компания, мы убедились в этом, какие переговоры ведет компания. Очень серьезный переговор. Мы же строим бизнес с вами, мы строим долговременное участие в этой программе, поэтому нам желательно, предпочтительно, чтобы у компании были возможности нам платить деньги долгие, а не только сейчас дать быстро то, что зависло у нас в кошельках, это и так есть. Разово выдать, как сам рассказал, у нас стоял вопрос. Разово выдать и закрыть компанию. Приняли решение, юрист посоветовал все-таки дождаться тестов, дождаться платформы, потому что заявок, мы не единственные, которые хотели бы вчера деньги получить. Вы же понимаете, что такое Азия, Латинская Америка, все то же самое. Поэтому решить вопрос, и мы решились говорить сегодня о презентации, говорить серьезно «да», только потому, что уверены, сегодня в ночь начинается вывод. Платформа готова. А те нюансы и детали, которые мы там увидели технически, мы поняли, почему компания отнеслась серьезно к этому процессу. Это не быстрый процесс, не однодневный, потому что платформа, которую мы получаем, она будет работать долго и со многими инструментами. Поэтому набрались терпения, почему мы не давали дат, почему два дня не хотели, мы хотели понять, как пройдут тесты в понедельник. Вот теперь мы можем и творить. Это адреса двух офисов. Официально нам выдали визитки. Это адреса, которые любой может проверить, потому что серьезные инвесторы, серьезные люди, естественно, хотят знать, где расположена компания. Почему это важно? Потому что, дав вывод, быстро сейчас, никто не гарантирует, что возможность дальше работать останется. А мне бы хотелось, чтобы вы поняли, почему мы уверились в том, что работать мы будем долго. Договора и серьезные отношения, которые на сегодня у компании сложились с бизнес-партнерством различным, не только в области трейдинга, далеко не только в области трейдинга, я бы так сказала, позволяют им планировать будущее с выплатой по маркетингу нам всем на перспективу, на годы. Вопрос в том, что ничего не хотелось произносить, я бы вообще предпочла завтра конференцию проводить, после того, как сегодня включится вывод. Но, к сожалению, я понимаю, что у всех нервы на пределе, я понимаю, что всем нужна информация, именно поэтому мы говорим. Итак, карты все участники события получили, было более 300 участников, заявлено было 115 сапфиров и 80 приглашенных. Перебрали, что называется, цифры и в сапфирах, и в приглашенных, потому что многие хотели участвовать, а приехали еще больше. Компания всех оплатила, все были там. Хочу сказать, что уже объявлены сроки на следующее событие, и я так поняла, что заявлено 500 мест, и эти 500 мест закончатся в первую неделю. И больше повтора, как было у нас сейчас, что хочу в последний день, компания делать не будет, потому что там закрытое мероприятие в закрытом, изолированном месте. И только по пригласителям. Это я заранее говорю всем тем, чтобы были готовы 500 мест всего, вот на Сан-Тропе. То, что поедут сейчас многие, я в этом уверена. Почему? Потому что сейчас неделя, все выровняется, все будут довольны, все захотят поехать, увидеть, узнать детали и подробности. То, о чем я говорю, все это можно только в Дубай. У нас сейчас были новые партнеры, присоединилась еще группа новых лиц, которые не были раньше на событиях. Все уехали с абсолютной уверенностью, что в надежной компании. Почему? Вывод необходим всем. Все имеют, к сожалению, плачевный опыт из ряда компаний, которые закрывались на 3-4-5 месяцев деятельности, закрывались навсегда. Если приостанавливается вывод, уже вопрос у всех возникает, а живет ли она снова. Я хочу сказать, что компания, которая планирует работать, не потому что проводят, не проводят события, мы имели всякие уже, в общем-то, опыты, понимаем, что может быть первое время чумы, последний раз в том числе. Нет. Но компания, которая намерена работать длительный период, вот именно поэтому вот все детали и технически необходимые детали, чтобы мы понимали, в чем дело, они были освещены. Я не буду сейчас их всех повторять, кому будет нужно, лидерам я перескажу, не хочу затягивать ваше время, перескажем все, что мы там узнали. Хочу сказать одно, у нас хорошие перспективы на длительный период работы. Почему? Компания позаботилась о надежной платформе. Первая фраза, которую сказала Сандра при беседе, я не хочу повторения с пейджетом, не хочу, потому что и жизнь в компании. Поэтому, если платформа начинает работать и мы заводим партнеров, мы знаем, по какой команде, и у португальцев вот те пробные, которые проходили, они появились. Поэтому я надеюсь, что мы завтра, завтрашняя конференция, кто у нас будет проводить, видимо, Ирина Давыдова, уже будем знать какие-то подробности, и она вечером это все согласит. Я получила карту, там был вопрос, я получила, и все участники событий, я уже об этом говорила. Я не буду отвечать сегодня на вопросы, потому что мы все ждем вывода. Давайте договоримся. У нас самый главный ответ это действие, вот те обещания в действии, которые вам многократно, в присутствии юристов. там очень много было моментов, которые очень серьезные. Почему они остались в Дубае? Да потому что в Дубае они будут находиться и в офисе они будут работать до демонстрации вывода. Мы-то приехали, уехали, Россия, нас немного. Не забываем, какое представительство Азии, Латинской Америки и Азии, арабы, они там же свои. Это все очень серьезно, поэтому вывод, как сказала Сандра, у нас не было другого выбора. Либо мы с понедельника, вот этого понедельника начинаем привязку платформы, либо мы закрываемся и выплачиваем всем партнерам деньги, которые не возместили, кто не получал совсем выводы. Вот два пути. Ну, так как решили и заверена была часть программного обеспечения, заверили, что все готово, все нормально, то решено было именно запускаться после понедельника на этой неделе. Я надеюсь, что этот самый главный вопрос, который волновал нас всех, мы за этим туда ездили, потому что праздник состоялся вообще только потому, что Сандра и Жуниор объявили, все готово и мы можем праздновать. Они сами, оплатив все событие, не готовы были праздновать, если бы не получили от IT, именно от банка, от разработчиков подтверждение, что все готово. Говорил Клаудио Энрике и писал, написанный текст, все это я видела, все это подтвердит Валерия. Мы были вместе. Почему так? Потому что уже по одному никто не ходит, все хотят две пары ушей, две пары глаз. Ситуация, она сделала пиковой, и для того, чтобы ее решить, мы должны были убедиться у многих партнеров, разговаривали с бизнес-партнерами, которые позже, мы все объявим позже, все нюансы услышите позже, сейчас вывод, это номер один, и все это понимают. Вот после того, как все начнет функционировать нормально, все то, что мы узнали в Дубае, мы вам так по презентациям, по порядку, все изложим. Я думаю, на сегодня достаточно информации, это главное, что хотелось сказать, потому что понятно, что у многих партнеров пиковая ситуация, и многие партнеры хотели бы прежде всего поговорить именно на эту тему.